Сегодня мы будем обозревать посылочки с Wildberries. Коды на них я, наверное, скину в ТГ и не будет парочки, потому что там был чехол для наушников Huawei FreeBuds 6i, но к нему подходит любой чехол от пятой модели. Давайте начнем, наверное, не с одежды, потому что у меня тут есть некоторая одежда. Начнем с чего-нибудь маленького, например, с вот этих вот милых заколочек для волос. Это заколочки с крестами. Я не знаю, зачем я их купила. Наверное, потому что захотела. Тут вот такая вот штучка лежит. Пирожки, щенята, все дела. Еще в подарок идет наклеечка. Не знаю, почему там еще блески в виде звездочек валяются. Ну, ладно. Вот такая вот наклеечка. Симпатичная. И две... У меня все сейчас будет в этих блестках. Вот в этих блестках. Я не знаю, видно, не видно, упало, не упало звездочки. Лучше бы они были приклеены, честно говоря. Блин, заколочки в одну сторону направлены. То есть это не пара. Вот так вот сделать не получится. Вот такие вот заколочки. Тут либо один крест будет перевернут, либо просто вот как-то так делать сейчас. Если что, я сегодня еще волосы красить буду. Поэтому мне нужна голова именно в таком виде. Короче, можно вот так вот застегнуть свои волосы и радоваться тихо. Посмотрим, посмотрим, для чего-нибудь я их, конечно, приспособлю. Жалко, что они вот так. Ну, вообще, окей. Неплохие. Очень миленькие. У них атласная ленточка. Заколки-бантики. У два кей. Для своих надоточков. Я заказала вот такие вот цветочки. Такие вот. Сейчас мы откроем. Я вам покажу. Подарок. Бабочка. Можно найти на выборе. А где бабочка? А, ха-ха-ха. Одна бабочка, блядь. Смотрите. Вот тут расположена бабочка. Я так понимаю, оно просто так не откроется. Но розочки очень, ну, красивые. Они еще светятся в темноте. Бабочку я не знаю, куда вообще, зачем. Может быть, для лепки использую. А розочки довольно-таки... Ну, как сказать. Короче, для ногтей подойдет, потому что они не высокие. По толщине тоже. Нормес. К моим ногтям, я думаю, как-нибудь прицепится. Далее я даже не знаю, показывать вам или нет. Но я заказала пестисы вот такие вот. Это типа вместо лифчика, чтобы можно было носить. Допустим, с каким-нибудь платьем. Или не платьем. Или кофтой. А, все нормально. Вот так вот. Типа крепятся с помощью силикона. И это что вообще? Не знаю у нас. У наших пестисов в магазине такого нет. Что-то интересно. На что-то интересное они крепятся. Может, тут просто такая штучка, чтобы соскам было нормально. Типа, чтобы они... Не болели. Не болели. Вот. Ну, короче, под какую-нибудь кофту светлую, которая просвечивает. Или под платье, под которое не надевается лифчик. Ок. Гуд. Инструкция, к сожалению. Тут заклеена бумажкой. Вот эта вот. С кодом. Я попытаюсь ее сейчас отклеить, но, как вы видите, я уже пыталась. Ничего не получается. Они тевоченькие. Возможно, не закрепиться у тех, у кого пирсинг. Но мое дело купить и примерить. Переходим к ресничкам. Реснички называются Мармеладка. Они... Не помню. По-моему, он называется Ласточкин хвост по форме. Для таких вот аниме-образов, чтобы были реснички слепленные. Такие оп-оп-оп. Красиво смотрелись. По отзывам там 50-50, типа, приходили... Короче, приходили разные варианты. Вот. И для некоторых не подошло. Вот длина 18-13 миллиметров. А 8-13. 8, я полагаю. Это самые кончики вот эти. Самые большие. Это 13, самые центральные. Ну, на три раза точно хватит. Потому что пучки я обычно не ношу по несколько раз. Наши пучки созданы из тончайшего синтетического материала и полностью имитируют муральный волосок. Прокрасите свои ресницы тушью. Выдавите капли клея на палетку. Снимите пучок за основание при помощи пинцета. Аккуратно обманите его основание в клей. Приложите пучок к основанию своих ресниц. Таким же образом приклеите остальные пучки для получения полнужного эффекта. Вот. Ну, короче, да. Мне такие нужны были. И я такие купила. Далее у нас идут вот такие вот реснички. Видите, они все похожи в формы. Накладные ресницы пучки. Срок годности 3 года. Вы чё? В смысле 3 года? Срок годности у ресниц? Вы чего? Тут же даже клея нет. Также моя ресница с Алиэкспресс, которую я покупала в 2010 году. Так, открываются они, кстати, довольно удобно. Вот тут есть такое как бы окошечко. То есть не надо их резать, рвать, ничего с ними делать не надо. Просто вот так вот поддеваете, открываете. И вот ваши реснички уже у вас в руках. Изгибчик, в принципе, хороший. Сейчас мы посмотрим, как оно сфокусируется. Вот. Изгиб хороший. Можно будет завить этой страшной штукой для ресниц. Не помню, как она называется. Помню, что очень страшно к глазам подносить. И бывает больновато. Вот. Они, в принципе, одинаковы длины. Приклеены за центр. Советую, в общем. Вот Али советовала. Реснички клёвые. Приятные на ощупь. Не знаю, как они будут на глазах. Но смотреть какие-нибудь видео с макияжами, которые будут после. Пинцеты, кстати. Для линз. В последнее время я не могу найти пинцет, которым я могу вытащить линзу из глаза. Вот мой старый древний пинцет. Который выглядит вот так. Куплен он был в десятых годах. Типа там 2011-2012. И он до сих пор, во-первых, живой. Во-вторых, он очень удобный. То есть я могу им вот так вот сделать. И даже не то, что линзу в глазу подвинуть. Да, вот так вот. Ну, не суть. Короче, он не острый. Он очень приятный. И я не могу найти ему аналог. Потому что все пинцеты, они, мать его, острые. Допустим, берем вот любой из трех пришедших нам пинцетов. Конечно, тыкать ему в глаз я сейчас не буду. Потому что мне его надо промыть. Меня очень смущает то, что у него не до конца сидит вот эта вот вся история. Не до конца сидит. Мы посадили его. На всех этих еще двух пинцетах, которые пришли, та же самая история. Силикон не до конца сидит. И даже если его подогнать, попробовать, по крайней мере, все равно остаются какие-то жуткие кончики. Вот. Невкусно. Мне пришла кисть, которая стоит меньше 100 рублей. Потому что... И так как я удаляла один из своих профилей на Wildberries. У меня их два. Потому что один мой номер телефона заблокировал Билайн. за то, что я не смогла его подтвердить. Но это уже другая история. Короче, чтобы потратить все деньги, которые у меня лежали на Wildberries. Потому что по N-ным причинам, которые я не скажу. Деньги вывезти я не могла. Поэтому мне надо было заказать некоторые товары. Желательно на все деньги. Чтобы было не так страшно, не так печально обращаться со своим профилем. Кисточка, кстати, на удивление, неплохая. Она позиционируется как для бровей. Ну, типа вот. Вот. Для бровей, да. Вот эта вот история вся. Но ворс у нее реально плотно набитый. То есть она способна прочерчить какую-то линию. И была бы она, конечно, потоньше. Но если, знаете, использовать ее с подводкой, ее можно вакнуть в подводку. Если это гелевая подводка, конечно же, в шайбе. И сплющить пальчиками. Или вот так вот сплющить просто о палитру. И можно рисовать ее стрелочки. Это очень даже неплохо. Я половину своих кистей для бровей так использую. Хотя, честно говоря, она вот тут болталась. Но я ее сейчас вот подтянула. И больше не болтается. Нормес. За свои там 65, 69, 70 рублей она прям нормес. Нормес. Не знаю, как вы. А я просто обожаю вот такие вот резинки для волос. Они, я считаю, прям очень-очень хорошо. Не только держат волосы, но смотрятся с этой тканью. Да, она пометая. Ну и что? Вы видели мои дреды? Мои дреды видели? О, блядь. И вот с дредами эта резинка очень хорошо смотрится. У меня, кстати, сейчас тоже в резинке наподобие такой. Но от нее потерялась ленточка. И я подумала, что why not? Давайте купим новую. Вот. С бантиками резинки. Вот именно из лент. Таких. Из ткани. Из платков. Кстати, пахнет нормально. Не, ну, типа, не какой-то там фетошью. Не китайцами. Пахнет тканью. Адекватная резинка для волос. Мне нравится. Уход. Ручная или машинная стирка при 30 градусах. Для повседневного использования. Ну, вот эта вот резинка может быть немножечко, как сказать, грубовато. Да, то есть она растягивается с некоторой натяжкой. Но это и хорошо. И я так полагаю, там внутри какая-нибудь такая резинка. Это и хорошо, потому что у меня дреды не очень хорошо держат. Вот моя резинка, которую я покупала в подружке, она немножко, немножко слабее. Растягивается без того, чтобы прикладывать такие усилия, как для этой резинки. Но для меня это плюс. Поэтому, да. Для меня это большой плюс. Далее, что я вам покажу. Сиськи? Может быть. Нет. Вот. Перчатки. Пожалуйста, не оставляйте плохого держа. Слезай чуть с нами. Мы все решим. Вот. Мне нравится такое. А еще. Персетка. Чер. Размер 6-7. Почему 6-7? У меня вообще руки маленькие. Ну, типа, пальцы не очень большие, руки тоже не очень большие. Но я беру 6-7, чтобы как-то у меня все с моими ногтями сочеталось, проходило. То есть, если у вас длинные ногти, вы хотите перчатки, у вас два варианта. Либо вы обрезаете перчатку, либо обрезаете ногти. Ну, нет. Ладно, три варианта. Либо вы берете перчатку на размер, на пару размеров больше. То есть, вот мои ногти. Они все поместились в перчатку. И еще перчатка классно смотрится. Вот, если что, тут две перчатки. Не одна. А то было бы интересно, конечно. Покупаешь, ну, типа, перчатку по одной. А приходит рандомом, левая либо правая. Так, сейчас окажется, что тут три пальца. Нет, шучу. Вот. Такие перчатки. Очень, я считаю, красивые. Можно сделать прикольные складочки. Можно выше локтя. Ну, вот как я сделала, да? Сделать их на каких-нибудь фотосессиях будет. Очень неплохо. Очень неплохо. И с платьями тоже без рукавов будет хорошо сочетаться. Разумеется, я их складываю. И у них нельзя курить. Я вас просто предупреждаю. Потому что, если вы покурите в таких перчатках, скорее всего, у вас образуются дырочки. Если вы будете что-то делать в таких перчатках, скорее всего, образуются дырочки. Эти перчатки не для ношения в основном. Они для того, чтобы в них фоткаться. Для того, чтобы выполнять образ. И учтите, что, скорее всего, они будут одноразовыми. Почему? Потому что это перчатки из сетки. На моем опыте перчатки из сетки долго и не жили. Почти никогда. Что я вам покажу дальше? Давайте посмотрим рубашку, которую я заказала. Рубашка просто разнос. Как бы мне при вас ее померить? Никак. Дорогой покупатель, благодарим вас за покупку в нашем магазине. Будем рады, если вы оставите положительный отзыв. Рекомендации по стирке и уходу. Ну, короче, да. Температура воды при 20 до 20 градусов. В деликатном автоматическом режиме. Также допустим режим повседневной стирки. Ручная стирка в теплой воде с деликатным выжиманием. Сидяющие мыльные растворы и порошки. Не отбеливайте изделия. Понятно, потому что рубашка черная. Не более 600 оборотов. Избежение деформации одежды. Химическая очистка категорически запрещена. В случае несоблюдения рекомендации по стирке, мы не несём ответственность за принт, так как при должном уходе одежда служит годами. Немножечко такое, вот, как сказать, протензионное обращение. То есть, это они мои плохие, это вы действуйте не по инструкции. Ну что ж, а теперь я меняю свою рубашку с таким принтом на рубашку. Кстати, взяла размер XXL, потому что и хер знает, какие сейчас лекала у рубашек. В чём беда? В том, что сейчас размеры стали меньше. В плане вот реально меньше. То есть, те, кто носили S, сейчас наносят M. не из-за того, что они поправились или что-то там произошло такое с ними, а то, что одежду начали шить в Китае, не знаю. Но одежда стала маломерить. Поэтому на всякий случай просто оверсайз, просто 2XL, максимальный XL, блядь. Чтобы он болтался, чтобы нормально всё было. Вот такую рубашку я заказала. Хотела заказать ещё чисто чёрную, но не заказала, извините. Мне просто чисто чёрная нужна на работу. Но, мне кажется, ничего страшного, если я в такой пойду. Короче, кофта смотрится очень даже неплохо. Она довольно длинная. Она мне свободная. Вот. И мне нравится. Хорошая кофта. Так, далее давайте я вам покажу корсет, который я взяла. XL, по-моему. Диорела. Как диорея. Только диорела. Fashion. Тоже при 30 градусах. Что ж такое-то? Made in China. Конечно же, Made in China. Выглядит он вот так. Ну, типа, это внутренняя сторона. Полистер 90%. 10% спандекс. Сзади должна находиться вот эта вот штука. Спереди он закрывается по лучшим традициям корсетов. Не на молнию, как раньше делали. И это мне просто дико раздражало. Потому что молния, она очень... Как вам сказать? Молния вам не друг. Молния вам не друг. Особенно в корсетах. Но если корсеты не цельные, то есть тупо не на ленте, которая надевается через голову, да, вот это вот всё. Вот. Вот это ваш друг. Вот такая вот фишка. Вот такое вот закрытие. Вот такие вот замки. Это точно ваш друг. То есть вы... Корсет. Вот тут вот. Почему тут ленты две торчат? Потому что с помощью них затягиваешь. Типа вот так вот распускаешь. Увеличиваешь тут, где тебе надо. Подгоняешь под тот размер, ну, чуть ли не до конца можно его распустить. Чтобы можно было залезть в этот корсет. И потом с помощью этих лент затянуть и завязать их. Вот это норме с корсета. И я вам ещё покажу платья. Платье пришло вот в таком пыльнике. Фирма вот. Анастасия Ковина. У неё вещи почти все one size размера. И это очень классно, потому что... Извините меня, блин. Не всегда я могу найти платье. И многие девушки с телосложением больше XL. Которые будут, во-первых, хорошо смотреться. А во-вторых, подойдут на любую фигуру. Сейчас я вам покажу, как выглядит это платье без корсета и с корсетом. Так. У меня, короче, расшенровался корсет. Вот, ну, вы видите. Но в целом, типа, если у вас остаётся лишняя лента, вы просто обвязываете её вокруг талии. И всё. Вот. Снимать его ещё проще, чем застёгивать. Просто вот так вот. В корсете довольно жёсткие косточки. Это гуд. Это очень хорошо влияет на утягивание, на всё прочее. Так что, да. Если вы хотели корсет, берите вот этот корсет. Там, кстати, несколько вариантов. Есть из чего выбрать. Вот. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Хочу поблагодарить вас за то, что смотрели моё видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Заходите в телегу. И, пожалуйста, смотрите клипы. Распространяйте их, если они вам нравятся. Пожалуйста. Всё. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.